В стране закрыли более 45 бинарных опционов. Это спекулятивные клубы, которые ввели нелегальную деятельность. Здесь организовывались виртуальные игры, куда вовлекались все новые контингенты игроков. По данному факту, следственной службой МВД Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункта 1, часть 2, статьи 222, легализации отмывания преступных доходов Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В рамках следственно-оперативных мероприятий проведены обыски, допрошены работники и игроки данных заведений, а также изъяты компьютерная техника. В настоящее время опечатаны свыше 45 заведений, расположенных в Бишкеке, Ваше, Чуйской, Ожской и Джалабадской областях, продолжаются дальнейшие следственно-оперативные мероприятия. Минарные опционы известны как один из способов быстро заработать деньги на прогнозах, то есть ставки на то, вырастет какой-то актив в цене или нет. Например, подорожает ли доллар относительно евро или снизится ли курс биткоина. Здесь люди играют с электронной валютой, вот на мониторе видна их стоимость. Сюда, как обычно, вкладывают деньги. Затем эти деньги автоматом переводятся на электронную валюту, а дальнейший прогноз будет зависеть от клиента. Если клиент прогнозирует правильно, то прибыль будет хорошей. Мы не заставляем никого играть в бинарные опционы. Новый клиент обязательно подписывает соглашение и только потом вступает в игру. Однако 45 бинарных опционов, которые были закрыты на время по информации правоохранительных органов, на самом деле в течение продолжительного времени отмывали деньги у трейдеров. Эксперты считают, что выявление и пресечение коррупционных и незаконных действий являются частью борьбы с коррупцией. Это говорит о том, что у нас сегодня идет повсеместная борьба с коррупцией. Из теней подпольные цеха, подпольные организации, подпольные какие-то заведения, которые организовали компьютерную игру, так скажем, для наших граждан Крымской Республики. Вы представляете, это бинарные опционы. Это же сделки так называемые, которые в онлайн режиме происходят. И наши граждане, принимая участие в этих сделках, они теряют большое количество денежных средств. Куда они уходят? Напомним, неделю назад житель города Ош выложил видео с проигравшими на торговле опционами. Автор видео спрашивал у мужчины, сколько он проиграл. И тот отвечал, что около 10 тысяч долларов. На сегодня правоохранительные органы ведут разбирательство по данному факту. Ахмур Нординова, Чынлыстық Торбекулы, ЛТР Бишкек.